Фрэнсис Альберт Синатра Фрэнсис Альберт исполнил в студии и на концертах более двух тысяч песен разных авторов, а пластинок с его записями продано в количестве более 150 миллионов экземпляров. Песни с его исполнением вошли в мировую классику эстрады. За 60 лет активной творческой деятельности исполнил самые известные песни крупнейших композиторов – Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Мишеля Леграна и также других. Помимо музыкального триумфа, Синатра был успешным киноактером, но обо всем по порядку. Фрэнсис Альберт Синатра появился на свет на втором этаже дома на улице Монроу-стрит, что в Хабакене, штат Нью-Джерси, 12 декабря 1915 года. Его мать Наталина Гараванте, которой прозвали Доли за красивое лицо, провела жуткие несколько часов рожая мальчика. Роды шли с осложнениями, что было связано с аномальным расположением большого плода в утробе батери и того, что сама Доли была миниатюрной женщиной. Акушерам пришлось использовать щипцы, и в результате ребенок получил родовую травму. У новорожденного появились глубокие шрамы на голове, повреждения шеи, асимметрия лица и повреждения уха, оставшиеся на всю жизнь. Отцом Фрэнка был Антонио Мартино Синатра, работник в верфи и котельщик. Позже работал в пожарном департаменте, где заслужился до ранка капитана пожарной команды. Оба родителя мигрировали в США из Италии. После рождения сына Мартин испытывал нужду в деньгах, поэтому начал участвовать в боксерских боях, где быстро стал местным любимчиком. Мать, знавшая несколько языков, зарабатывала переводами для иммигрантов. Юного синатра всегда видели хорошо одетым и ухоженным. Он носил чистые накрахмаленные белые рубашки с бабочкой или с галстуком. Соседи и знакомые называли юного синатра самым хорошо одетым молодым человеком на районе. В молодом возрасте синатра проявлял интерес к музыке, особенно к джазу, и слушал Джина Остина, Руди Вали и боготворил Бинго Кросби. Мать и отец синатра владели небольшим ресторанчиком. Именно здесь юный синатра начал свои первые вступления на публики, используя в основном популярные американские или итальянские песни для иммигрантов, тоскующих по покинутой Европе. Он начал выступать в местных социальных клубах Хабакена и бесплатно пел на местных радиостанциях. В 1933 году на концерте «Джерси Сити» 17-летний синатра увидел своего гумира Бинго Кросби и окончательно выбрал профессию певца. В 1935 году синатра влился в итальяно-американский квартет музыкантов под названием «The Hobbit and Four». С группой синатра выиграл в 1935 году конкурс молодых талантов. Через некоторое время поехал в свое первое национальное турне. После этого в течение 18 месяцев он работал по обязательству в качестве шоумена в музыкальном ресторане в Нью-Джерси, который также посещали многие звезды. Здесь Фрэнку синатру заметили профессиональные музыканты и продюсеры. Немалую роль в этом сыграли лучшие качества артиста, освоенные с детства. Хороший внешний вид, доброжелательность и, конечно, прекрасное пение. Многие считают синатра любимчиком женщин. Однако любовь к женщинам началась с курьезного случая. В 1938 году синатра был арестован якобы за связь с одинокой, порядочной женщиной, которая обвинила артиста в обмане с обещанием жениться на ней. Но на следствии выяснилось, что женщина была замужем и обманывала своего мужа и синатру. Синатра был оправдан по всем обвинениям женщины, хотя на время следствия карьера артиста оказалась под угрозой. В феврале 1939 года синатра женится на своей первой любви Нэнси Барбато. В 1940 году у них родилась дочь Нэнси Синатра, позже ставшая известной певицей. А чуть позже Фрэнк Синатра младший и Тина Синатра. Толчок к карьерному взлету Синатры дала работа в знаменитых свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси. В 1939-1942 года синатра подписывает с Дорси пожизненный контракт, по которому 43% его доходов уходили Дорси. Впоследствии контракт был растогнут. Есть версия, что сделать это молодому певцу помогла мафия. Этот эпизод впоследствии будет описан в романе «Крестный отец». Считается, что прообразом одного из персонажей певца Джонни Фонтейна был именно Синатра. Однако это всего лишь слухи. В оркестре Дорси Фрэнк Синатра познакомился со своим одногодкой Биллом Миллером, который был пианистом и аранжировщиком оркестра. Их пути на какое-то время разошлись, но через несколько лет Синатра и Миллер снова встретились в Лас-Вегасе и теперь уже работали вместе до самого конца карьеры Синатры. Пианист Билл Миллер сыграет важную роль в карьере Фрэнка Синатры. Их творческое сотрудничество продлится более 40 лет. В 1942 году Синатра приглашают выступать на рождественском концерте в Нью-Йорке в кинотеатре «Парамаунт». Здесь его увидел агент Джордж Эванс, который и организовал активную рекламную кампанию и за две недели выступлений сделал из Фрэнка Синатры звезду – любимца американских девочек-подростков. Начиная с этого времени, радиостанции постоянно транслируют песни в исполнении Синатры, а журналы с фотографиями певца издаются огромными тиражами и раскупаются поклонниками и поклонницами. В 1943 году Синатра признает негодным коинской службе из-за поврежденной при родовой травме барабанной перепонки. Однако артист бесплатно выступает с концертами для военных и ветеранов войны как в США, так и в Европе. Большой успех принес Синатре музыкальный фильм-комедия в 1945 году «Поднять якоря», в котором Синатра исполнила роль военного моряка, развлекающегося во время увольнения на берег. Фильм был настолько успешным, что растущая слава Синатры, как артиста кино, стала равна его славе певца. В начале 1946 года Синатра записал на студии Columbia Records свой первый сольный альбом «Голос Фрэнка Синатра». За отдельный 1946 год было продано 10 миллионов копий этого альбома. Финансовый успех делает певца миллионером. Когда ему исполнилось 31 год, Синатра покупает землю в престижном курорте Palm Springs и строит новый дом с бассейном, имеющий форму концертного рояля. Дом Синатров становится центром развлечения для всего Бомонта Америки. Постоянное внимание к своей частной жизни вынуждает Синатра окружить свой дом высокими стенами со стороны обоих улиц. В таком виде дом Синатры сохранился до настоящего времени и стал частным клубом. Начало 50-х стало, ой, каким непростым временем для Синатры. В это время Фрэнк Синатра многократно подвергается нападкам и травле со стороны прессы. Нападки связаны главным образом с начавшимся алкоголизмом из-за творческого простоя и сложного романа Савой. Также Синатра не мог оставаться равнодушным, когда некоторые друзья оказались вопали в условиях политической истерии маккартизма. В Голливуде начались судебные процессы над прокоммунистически настроенными людьми, в связи с чем и сам Синатра попал под подозрение в симпатии к коммунистам. Влиятелям политические силы вели жесткую цензуру и запретили многим артистам и режиссерам работать в США. В возрасте 34 лет Фрэнк Синатра стал человеком прошлого. Его карьера разрушилась до оставания, но разрушенная карьера его малая волновала. Все свое внимание он уделял только Гарднер. В 1951 году Синатра женится на Аве Гарднер, но и тут отношения не клеились, что еще больше усугублялось сложным характером Аве. Это нездоровые отношения продолжались до 1954 года, когда летом этого года Аве подает на развод и впоследствии уедет в Испанию. Бракоразводный процесс завершится только в 1957 году. Спустя годы Фрэнк узнает о тяжелейшей смертельной болезни и бессудоположении Аве Гарднер, которая умирала в больнице Лондона. Синатра придет на помощь и полностью оплатит все долги и больничные счета бывшей жены. Но вернемся в 1952 год. Черная полоса продолжалась. В этом же году Синатра потерял голос после сильнейшей простуды и Columbia Records, и новый глава студии Митч Миллер, с которым у Синатра не сложились отношения, не стал продлевать контракт с ним. Несчастье было настолько неожиданным и тяжелым, что певец собрался покончить жизнь самоубийством. Проблемы с голосом были временными, и Фрэнк восстановился. Синатра начал все сначала. Концерты Синатра в 1952 году в казино Лас-Вегаса собирают аншлаги. В 1953 году Синатра подписывает контракт с лейбл Capital Records, и где ему дают нового аранжировщика и дирижера Нильсона Ридла. Благодаря их сотрудничеству Синатре удается значительно изменить репертуар и имидж. В 1954 году выходят альбомы «Песни для молодых влюбленных» и «Легкий свинг». Следующий альбом в предрассветный час становится первым концептуальным музыкальным альбомом. Этот альбом вместе с песнями для молодых влюбленных входит в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone. Последний контрактный альбом «Точка невозврата» на студии Capital Record вышел в 1962 году. В 1953 году с помощью настойчивой Авы Гардена, которая упорно уговаривала руководителя киностудии помочь артисту Синатра, получил роль второго плана в фильме «Отныне и во веки веков», в котором показаны судьбы военных во время трагедии Перл-Харбор во Второй мировой войне. Из неглавной роли Синатра сумел создать яркий персонаж – это рядовой Анджело Маджио, верный друг и защитник несправедливо наказанного товарища. Сцена последнего боя не на жизнь, а на смерть, в которой Синатра выразительно сыграл отчаянного борца за справедливость, считается многими критиками одной из лучших ролей в истории кино. Синатра получил за эту роль награду Киноакадемии – золотую статуэтку «Оскар» как лучший актер второго плана. После этой небольшой, но ярко выполненной роли Синатра успешно восстановил свою карьеру и снова стал сниматься в главных ролях. Награда Киноакадемии обозначала признание на самом высшем уровне. Синатра снова стали приглашать в различные кинопроекты голливудских киностудий, самыми удачными из которых стали «Человек с золотой рукой», «Высшее общество», «Приятель Джон», «Одинцы друзей Ошена», «Манчжурский кандидат», «Томми Роун» и «Детектив». Он возобновил успешную карьеру радиоведущего. Ведет шоу на NBC радио, которое собирает большую аудиторию слушателей. Хит Синатра «Большие надежды» в 1959 году остается на национальном чарте 17 недель, дольше, чем любая другая песня в его исполнении. Важный психологический опыт и суровые, но полезные испытания в международной политике Синатра получил во время визита советского лидера Никиты Сергеевича Хрущева в США в сентябре 1959 года, с которым прибыла делегация из 60 советских партийных деятелей, дипломатов, писателей и советских спецслужб. Это был первый визит советских лидеров в США. Хрущев был в ярости из-за невозможности посетить Диснейленд, хотя ему вежливо объяснили, это потребует закрытия всего комплекса для безопасности и испортит бизнес отпуска тысячам американских семей с детьми. Взамен Диснейленда Хрущева пригласили на экскурсию по Голливуду, где был подготовлен обед и шла работа над фильмом «Канкан» с Фрэнком Синатра и Шилли Маклейн в главных ролях. Фрэнк Синатра выручил политиков в трудный момент. Лидеры американской политики, как Роднольд Рэгган и другие, наотрез отказались от встречи на обед с Хрущевым. Ведь он был уже известен всему миру своими скандальными заявлениями. «Мы вас похороним и покажем вам Кузькину мать!» А теперь он использовал визит США в пропагандистских целях. Хрущев выступил перед собравшимися в студии кинозвездами, среди которых были Мэрлин Монро, Элизабет Теллер и Кирк Дуглас, а еще 400 артистов, бизнесменов и политиков. Лидер СССР произнес гневную речь о том, нечего американцам учить его капитализму. Затем он высказал сильное недовольство отмены его визитов в Диснейленд. Синатра сидел за столиком рядом с семьей Хрущева и обещал им взять на себя все заботы по их будущему визиту в Диснейленд. А на этот раз вместо Диснейленда Фрэнк Синатра на протяжении нескольких часов проводил время с семьей Хрущева на киностудии и рассказывал о фильме «Кан-Кан», в котором снимался. По просьбе Синатры актриса Ширли МакЛейн продемонстрировала Хрущеву тайниц «Кан-Кан», на что Хрущев резко выпалил. Порнография. Синатра терпеливо и мастерски отвлекал на себя гнев советского лидера. В итоге, вместо проблемной поездки в Диснейленд, Хрущев в сопровождении советских американских важных персон провели целый день в Голливуде. За обедом и разговорами с артистами и значительную помощь в решении проблемы Хрущева оказали американские артисты Ширли МакЛейн и Фрэн Синатра. Позже Синатра работал с Джоном Кеннеди, активно агитируя за Кеннеди в течение нескольких месяцев избирательной кампании. Синатра по представлению многих, несомненно, помог Кеннеди стать президентом и победить Никсона. Убийство Кеннеди и последующие через несколько лет убийства его брата вызвали повышенную активность в спецслужб. И Синатра из осторожности уменьшил участие в политике. Синатра был целью провокации ФБР для вынуждения к сотрудничеству против итальянской мафии. В 1960 году он создал свой собственный лейбл Repress Records. В 1961 году выходит первый альбом на Repress День-День. В 1966 году Синатра женился на актрисе Мею Ферроу. Ему было 50, а ей 21. Но счастье было недолгим. Они расстались в 1968 году. В марте 1969 года Фрэнк Синатра записал альбом «Одинокий человек» с песнями, специально записанными для него известным американским поэтом Родом МакКайном, который был поклонником Синатра. В июне 1971 года 55-летний Синатра выступил на благотворительном концерте для фонда поддержки кино и телевидения на сцене афитеатра Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Завершая концерт перед 20-тысячной аудиторией, Синатра объявил об окончании своей карьеры, на что многотысячная аудитория отреагировала аплодисментами и смехом, как на хорошую шутку. Однако летом 1973 года Фрэнк записывает новый альбом «Старые голубые глаза вернулись». Альбом попал в 13-е место в чартах билборда и 7-е место в чартах кэшбокса и получил золотой статус. Фрэнк решил вернуться, и уже в 1974 году Синатра активно продолжает свою концертную деятельность. В 1976 году Синатра женится в четвертый раз на бывшей манекенщице и танцовщице Барбаре Маркс, с которой прожил до конца своей жизни. Барбара приняла религию мужа – католицизм. Хотя Синатра об этом не просил, но был этому рад. Друзья и особенно семья восприняли новую жену в штыки. Барбара потребовала от Фрэнка расторгнуть церковный брак с первой женой Нэнси, и согласно католическим правилам его дети стали незаконно рожденными. Она рассорила Фрэнка со всеми друзьями и семьей. В 1979 году Синатра записал один из своих шедевров – «Нью-Йорк, Нью-Йорк», став единственным певцом в истории, сумевшим через 50 лет вернуть себе популярность и любовь публике. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение – о смелости человека из маленького города, решительно начавшего новую жизнь, чтобы реализовать свою мечту и стать лучшим в самом большом городе мира. Автор слов песни Фред Эпп признался, что благодарен Синатре за то, что этот певец сделал эту песню самой популярной. Несмотря на придирки критиков к изменениям в голосе певца, привычка Фрэнка Синатра курить даже на сцене во время исполнения песен перед аудиторией вызывала различные реакции у зрителей – от восторга до неодобрения. Его голос становился все более приглушенным, а дыхание – все менее глубоким. Слушатели отмечали, что голос Синатры стал темнее, жестче и глинистее. Но он продолжал очаровывать публику своей неизменной магией. В 1983 году Фрэнк Синатра был награжден премией Центра Кеннеди в Вашингтоне за выдающийся вклад в культуру и искусство. В 1984 году Фрэнк Синатра записал сольный альбом «Лос Анжелес. Моя детка» на студии «Квест», созданный продюсером Гуинси Джонсом, который сделал аранжировку большей части песен Синатры. Работа над этим альбомом была снята на видео и вышла под названием «Фрэнк Синатра. Портрет к альбому». На одной из сессий в работе над этим проектом Синатра встретился с Майклом Джексоном. В 1988-1989 годах Синатра провел серию концертов «И снова вместе» с Эмми Дэвисом-младшим и Дином Мартином. В 1990 году, с 85-летнего юбилея, Синатра отметил, дав четыре успешных ашлаговых концерта в Лондоне в новом концертном комплексе «Лондон-Арена». В 1993 году Синатра записывает два своих последних альбома «Дуэты» и «Дуэты-2». Альбомы состоят из хитов. Синатра записан совместно с такими партнерами, как Барбара Стрейзе, Тони Беннетт, Аретта Франклин, Хулио Иглесес, Шарль Азнавур, Лайса Миннелли и другими звездами. Последний выход на сцену Фрэнка Синатра состоялся 25 февраля 1995 года, когда он выступил на турнире по гольфу. После этого концертная деятельность Фрэнка Синатра была окончена. 14 мая 1998 года Фрэнк Синатра скончался от инфаркта миокарда в возрасте 82 лет. На следующий день после объявления о смерти Синатра во всех казино Лас-Вегаса была остановлена всякая активность из уважения к великому артисту. Чтобы почтить его память, минуты и молчания. Прощание с артистом проходило с участием более 400 человек, среди которых было много голливудских знаменитостей, а музыкальное сопровождение из лучших песен Синатра играл на фортепьяно специально приглашенный тот самый 85-летний Билл Миллер, который был пианистом и творческим партнером певца с самого начала его карьеры. По традиции близкие положили рядом с его телом несколько знаковых предметов. Пачку сигарет Кэмэл, зажигалку Зиппа. Дочь Нэнси опустила в могилу бутылку виски Джек Дэниелс. Фрэнк Синатра похоронен рядом с отцом и матерью в городе Кэфедрал-Сити, штат Калифорния. Три звезды на Голливудской аллее славы за достижения в музыке, в кино и телевидении лишь одно из внешних проявлений уважения и любви к творчеству артиста. Глубокое влияние на слушателей и зрителей разных поколений продолжается через его песни и кинофильмы уже много-много лет после его ухода из жизни.